Всем привет! С вами Светлана. Я рада вас приветствовать на своей кухне. Сегодня я готовлю царскую заварную творожную пасху. Это очень-очень вкусно. Для этого мне понадобится творог 550 грамм. Берите пожирнее. Его необходимо перед тем, как готовить, протереть через сипа или использовать блендер. Прокрутить его при помощи блендера или же использовать мясорубку. Также мне понадобится 120 грамм сахара, ванилин, 200 грамм сметаны, 3 куриных яйца и при помощи миксера всё это хорошенечко перемешаем. Да, кстати, сюда необходимо добавить маленькую щепотку соли. Все ингредиенты перемешали. Теперь ставим на плиту на слабом огне. Доводим эту смесь до закипания, но ни в коем случае не кипятим. Постоянно помешиваем, чтобы ничего не подгорело. Добавляем кастрюльку в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Постоянно помешивая, нам необходимо эту творожную массу остудить до комнатной температуры. Как только она остынет до комнатной температуры, накрываем пищевой плёночкой и убираем в холодильник на 2-3 часа. Творожная масса постояла в холодильнике, она застыла. Теперь мы добавляем масло комнатной температуры. Оно должно быть очень мягкое, это обязательно. Хорошенько всё это перемешиваем. После того, как масло хорошенько перемешали, вмешали даже, добавляем сухофрукты. Любые сухофрукты, любые орешки можете добавить, цукаты, всё, что хотите. Я буду добавлять изюм, чернослив и курагу. Я всё это предварительно замочила, после чего слила воду, нарезала курагу и чернослив на кусочки и всё это обсушила. Можете добавить миндаль, можете добавить фундук, кешью, орешки. Всё, что хотите. Теперь мы берём тарелочку, берём пасочницу. Они продаются как пластиковые, так и деревянные. Также нам понадобится марля. Марлю сперва смачиваем в воде, после чего очень хорошенько отжимаем. Помещаем марлю в форму. И заливаем в ворожью эту массу формочку. Заполнили. И теперь закрываем. Сверху ставим тарелочку, на тарелочку ставим гнёт любой. И убираем в холодильник на сутки. В тарелочке будет образовываться сыворотка. Вот, вы видите, она уже начинает вытекать. Эту сыворотку по мере её появления необходимо сливать. Прошли сутки. В течение суток здесь образовывалась сыворотка. Вот такая вот она, видите, желтоватая. Её необходимо обязательно сливать. И сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Вот, видите, она какая плотная. Аккуратно снимаем пасочку. Вот такая красота получается. Поверьте, это очень-очень вкусно. Нежная, кремовая текстура. Обязательно попробуйте приготовить. На этом у меня всё. Спасибо, что были со мной. Всем пока!